Ну, мог ракету запустить куда-нибудь, а тут вот приходится и дрова колоть. Владимир Богданов, офицер-ракетчик, приехал в Сибирь из Воронежа, говорит, служба была настолько секретной, что не осталось даже фотографий прошлой жизни. Признается, давно хотел поселиться в селе вдали от шумных городских улиц. И вот мечта сбылась, Девенский быт пришлось постигать с нуля. Приходилось все вновь постигать. То есть, раз этого опыта нету, его надо приобретать. Но это дело наживное. Нельзя сказать, что это какая-то совсем уж легкая и беззаботная жизнь в селе. Она подразумевает труд. И труд и зимой, и летом, он своя специфика у каждого времени года. Хоть и водопровод под боком, несколько раз в неделю Владимир отправляется в соседнюю деревню Краднику. Говорит, здесь вода особенная. Она здесь очень вкусная и не так далеко от каратуза. На машине-то быстро. Мы набираем. Переехав в село, женился. А чтобы прокормить семью, занялся пчеловодством. Учился в местном сельхозколледже. Сейчас в хозяйстве несколько десятков ульев. С весны пасека располагается прямо в огороде. Здесь же на участке смастерил специальный лечебный домик. Уверяет, это полезно для органов дыхания и в целом для иммунитета. А для того, чтобы шел аромат внутрь, сначала были предусмотрены там дырочки. Вот они вот здесь сделаны. Дырочки зарешоченные. Там еще есть дырочки. Еще одно хобби лозаплетения. Методом проб и ошибок бывший ракетчик освоил древнее ремесло. Теперь это для него и способ заработать, и возможность отдохнуть душой. У меня задача делать как бы функциональные вещи. Мне не очень интересна тема сувенирки, а больше люблю функционал. Вот эта вот корзина, корзина для рукоделия. Сейчас у Владимира здесь целое производство лозу выращивает сам на местных полях. Дает уроки мастерства школьникам. Односельчане поражаются упорству соседа. Говорят, это отличный пример для подражания. Они вносят какой-то свой, так сказать, вклад в уклад этой сельской жизни. Она меняется, она становится абсолютно другой. Но, приехав в село с нуля, всегда можно научиться, всегда можно заработать и всегда можно жить хорошо. Сам же Владимир признается, только спустя годы ощутил настоящий вкус жизни в селе. А деревенская работа на свежем воздухе вовсе не утомляет. Опыт – это дело наживное. Его нельзя купить, нельзя выписать, нельзя где-то получить. Его можно только приобрести жизненным опытом. Поэтому, приезжая, вы найдете помощь и среди соседей. Всегда подскажут, всегда научат. О возвращении в город бывший военный даже не думает. Наоборот, надеется, что его пример поможет кому-то решиться сделать важный шаг – уехать в деревню. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Инисей. Новости. 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 Новости.